Здравствуйте! Это информационная программа новости 24 в студии Хадижа Курбанова и коротко о том, что ждет вас сегодня в выпуске. Над морем и горами. Около 300 километров на вертолете и наша съемочная бригада оказывается там, куда не проберется ни один наземный транспорт. О нелегкой службе пограничников сегодня в выпуске. Большой подарок от миллиардера. Участница вокального проекта на федеральном канале получит квартиру от мецената. Чествовали победителей. Дагестанские волейболисты, триумфаторы чемпионата России прибыли на родину. Сегодня страна отмечает день пограничника и дагестанские защитники рубежей работают в любых, порой тяжелейших условиях. В том числе высоко в горах, на границе с Грузией и Азербайджаном. Наша съемочная бригада совместно с пограничниками вылетела на вертолете в Цумадинский район, чтобы узнать, как и в каких условиях несут службу стражи границы. Патима Тханапова продолжит тему. В нашей республике один из пограничных постов располагается в селе Хуше Цумадинского района. Он находится в сотнях километров от Махачкалы на границе с Грузией. Если добираться туда, то только на Ми-8 военной авиации ФСБ России, что мы сейчас и собираемся сделать. Через море, луга и заснеженные вершины. Лететь до пограничного пункта Хуше на вертолете одно удовольствие. Однако, если исключить воздушный транспорт, то дорога туда покажется не столь живописной. Около четырех часов пути, а после еще и 20 километров пешком по узким горным тропинкам. Нам, бесспорно, повезло. Добрались всего за час и без особых усилий. Сразу по прибытии нам показали территорию пограничного поста. Общую спальню с кроватями, тумбочками, небольшую кухню и столовую. Все по-военному слаженно и аккуратно. По физической подготовке всегда к сотрудникам предъявляются самые серьезные требования. Что касается применителя нашего участка, наш пограничный пост находится на высоте свыше 2000 метров. Это, в свою очередь, дает определенные особенности на организм, более серьезная нагрузка на организм. Поэтому при попадании сотрудников в Республику Дагестан на данный пост попадают наиболее подготовленные сотрудники. Автомобиль здесь практически не проедет, из-за чего в день пограничники преодолевают от 10 до 20 километров пешком. Не важно, жара или холодно, то она и служба. Тут у всех день расписано. Кто-то остается на посту, кто-то отправляется в наряд. Пограничный ряд. Выполняйте приказ. Пограничный ряд. Налево. На защиту и охрану государственной границы, экономических и иных законов интересов Российской Федерации. Шагом марш. Помогает в охране государственной границы и населении. Они подсказывают, ориентируют в местности. Однако из-за сложных условий жизни сами жители не менее нуждаются в помощи военных. При необходимости пограничники на вертолете транспортируют больных в столицу и доставляют грузы в аул. С 2000 года у нас уже автомобильная дорога отсутствует. Недавно у нас школу построили переброску. Отправили стройматериал с метрады. И также фаб, фельдшерский пункт тоже строили. С помощью пограничников. За почти два десятка лет соседствами между защитниками рубежа и горцами сложились дружеские отношения. Подтверждение тому совместное проведение праздничных мероприятий. Так и конкурс детского рисунка ко дню пограничника здесь стал доброй традицией. Ребят, занявших призовые места, военнослужащие радуют денежными призами. Отчего школьники ждут 28 мая с нетерпением. Придумывая за несколько недель до праздника, что они нарисуют. Тем временем 101-ю годовщину образования пограничных войск отметили и в Дзербенте. В начале торжественного собрания прозвучал гимн России. Затем лучших офицеров и прапорщиков погранотряда наградили почетными грамотами за образцовое выполнение своих служебных обязанностей. К поздравлениям и добрым пожеланиям присоединились и остальные участники мероприятия. Разрешите обратиться с поздравлением от главы города Дзербента. Казир Магомедович, уважаемые пограничники, сердечно поздравляю личный состав краснознаменного Дзербентского пограничного отряда службы в городе Дзербенте с профессиональным праздником Днем Пограничных. Стабильная ситуация на южных рубежах нашей страны сохраняется благодаря вашей бдительности и отваге, умелым действиям и ответственному отношению к выполняемым долгам. Осторожное землетрясение. Сотрудники МЧС обучили персонал детсадов Буйнакского района правильной эвакуации при землетрясениях. Специалисты МЧС организовали профилактические мероприятия в 19 дошкольных учреждениях на территории Буйнакска и района. Данные мероприятия связаны с двумя сильными землетрясениями, которые, напомним, произошли в Дагестане ночью 25 мая. Из-за них в этом районе получили повреждения несколько учебных заведений. Обучаем персонал детских садиков действием при землетрясении, какие мероприятия необходимо проводить в настоящее время, когда нет землетрясения, к чему нужно готовить и как сориентировать детей. И второе, практическая эвакуация детей с выводом их на безопасное место. Дагестанка Карина Исмаилова, финалистка телешоу «Ты супер» получит квартиру от мецената. Известный российский миллиардер, поэт-песенник Михаил Гуцериев решил подарить всем финалистам популярного международного детского музыкального проекта «По квартире». Я внимательно слежу за вашей программой, потому что дети, которые участвуют в этой программе, это дети с трудной судьбой, с трудной жизнью пришли. И я с восторгом наблюдаю за вами, горжусь вами. Вы молодцы, вы лучшие, знаете об этом. В этом году я решил, для меня ориентир поступок моего друга, композитора Игоря Яковлевича Крутого. Я решил всем вам купить по одной квартире, всем финалистам. Будет вам приобрететь 12 квартир в тех городах, в которых вы живете. Должны смеяться дети. Под таким названием, в преддверии Международного дня защиты детей, в Каспийске прошло праздничное мероприятие. Его организатором выступили благотворительный фонд «Сират» совместно с Центром социального обслуживания населения Каспийска. Здесь в основном участвуют дети-инвалиды, дети из неблагополучных, многодетных, маловеспеченных семей, неполных семей. Мы проводим такие мероприятия совместно с банкетным залом «Греция», где вот Шахпазовый, Гамит и Жаклина постоянно идут к нам на встречу. Им большое благодарность за участие, за помощь в проведении таких мероприятий. На этом мероприятии объединили свои силы несколько организаций, в том числе и наш фонд «Сират». И плюс, это наше одно из, ну не первое, но одно из мероприятий, которое берет начало деятельность нашего фонда в Каспийске. То есть здесь мы и познакомились со многими организациями, которые уже долгое время оказывают помощь в городе Каспийске. Праздничное мероприятие проходило с участием танцевальных коллективов и аниматоров. Были приглашены более ста подопечных центров социального обслуживания. Я очень благодарна за это все. Администрации города, руководителям этого зала, который предоставил детям эту радость, создателям этого праздника. Все за обеспечение наше, которое вызвало нас сюда. Это не первый раз всегда мы здесь. Более двух тысяч выходцев из Шамильского района собрались на маджлис в селении Черкей Буйнакского района. На ежегодном духовно-просветительском мероприятии к верующим обратились глава района Магомед Гасанов, имам Хасан Магомедов и другие. Богословы в своих выступлениях говорили о священном месяце Рамадан, о ценности поста, а также о единстве и взаимопонимании в обществе. Далее Джамат района отправился на места, где похоронен духовный наставник Саитофанди Черкейский. И уже оттуда они отправились на кладбище в село Нижнее Казанище, где читали суры из священного Корана и обращались с мольбой ко Всевышнему. И к новостям спорта. В Министерстве по физической культуре и спорту республики чествовали мужскую и женскую команды ДГУ по волейболу, которые успешно выступили на студенческом чемпионате России в Вологде. Как мы сообщали ранее, мужская сборная уже во второй раз стала триумфатором этих соревнований, а девушки завоевали бронзовые медали. Руководитель спортивного ведомства Магомед Магомедов поздравил волейболистов, отметив, что республика гордится их победами. По его словам, ДГУ – самый передовой вуз по вовлечению своих студентов в занятия физической культурой и спортом. Игроки и их наставники были отмечены почетными грамотами Минспорта. Две золотые и две серебряные медали завоевали дагестанские боксеры на первенстве России среди спортсменов до 14 лет. Всероссийские соревнования в течение недели проходили в Анапе и завершились накануне. В составе дагестанской команды победителями стали Магомед Паштаев и Ахмед Курбанов. А в шаге от первого места остановились Расул Магомедов и Артур Махмудов. Всего в турнире участвовали более 200 боксеров. Республиканская сборная была представлена 12 спортсменами. Триумфаторы первенства войдут в состав национальной сборной для участия в европейских и мировых турнирах. Ну а это были все новости к этому часу. Еще больше информации вы можете отслеживать на нашей официальной странице в Инстаграме, а также на сайте Ютуб. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова